МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет часы с одного дня, пока не остановились полночь, но до вселенской катастрофы всего полторы минуты. И такого еще не было в истории человечества. Метафора, которую придумали физики в 40-х, сегодня действительно звучит как последнее предупреждение. Но услышат ли его под грохот немецких леопардов и американских абрамсов тех, кто так близко подошел к еще одной красной линии? Или, быть может, это отвлекающий маневр? Я Игорь Поздняк вместе на финише еще одной январской недели. И вот ее контуры. Леопардовы в моде? Кто заливает костер бензином? Никто не заинтересован, чтобы этот конфликт быстро закончился. Кто снова целится в Беларусь? Спасти и сохранить? Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем. Дорога для тех, кто свернул не туда. Каждому будет дать шанс вернуться домой и жить мирной, спокойной жизнью. Африка ближе, чем кажется? Наша техника там пользуется спросом. И где белорусам ни холодно, ни жарко? У нас, а у нас бывает минус 40, летом плюс 30. Также у нас умножить не запретишь, как Минск диктует моду. У города появляется так называемый цифровой двойник. И как выстоять, когда жизнь летит под откос? Или это только кажется? Главное, чтобы были правильные люди рядом. У вас ведь тоже ощущение, что этот большой и разнообразный мир не такой уж и безграничный. То, что еще вчера казалось далеко и не с нами, уже сегодня рукой подать. Когда мир краят по новым лекалам, важно понять и разобраться, с кем нам точно по пути. И расстояние ближе, дальше – это уже давно не аргумент, а рядом тот, кто надежен, предсказуем и открыт. А еще мы твердо усвоили формулу, когда одни двери закрываются, другие открываются пошире. И один из примеров – Объединенные Арабские Эмираты, где в оседине с рабочим визитом находится Александр Лукашенко. В Минске Абу-Даби связывают не только хорошие политические отношения, но и торгово-экономические. Товарооборот за 2021 почти 80 миллионов долларов. Наш экспорт в эту ближневосточную страну практически достиг 60 миллионов. Немало инвестиций поступает из Эмиратов. Минский крупный застройщик возводит масштабный проект «Северный берег». Сегодня еще будет повод к нему обратиться. Важнейшая сфера взаимных интересов – информационные технологии, в частности, искусственный интеллект. Но главное – Минск плюс Абу-Даби – это надежная формула, проверенная временем. Ближний Восток – это еще и мост на необъятный африканский рынок, где у Минска тоже серьезные и вполне прагматичные интересы. Из Абу-Даби Александр Лукашенко направится в южную часть Африки. В начале будущей семидневки будем ждать новостей именно оттуда. Зимбабве – это 8 тысяч километров от Минска. Это Лимпопо, с которой в детстве всех познакомил Чуковский. И водопад Виктория – мечта каждого романтика. Это, конечно, лирика, а в чем же физика? В богатейших ресурсах в недрах страны скрывается почти вся таблица Менделеева. Плюс отличный климат для сельского хозяйства. С белорусскими тракторами в Зимбабве уже знакомы, но можем ведь больше. Здесь, очевидно, будем формулировать взаимную прагматику для Минска и Харари. Об этом, в том числе, пойдет речь во время визита в Зимбабве Александра Лукашенко. Тем временем на юге Африки уже работает съемочная группа ОНТ. Моя коллега Анна Пыш подключается к эфиру «Контуров». Добрый вечер. Да, Игорь, добрый вечер. Это была по-настоящему долгая дорога с пересадками в Москве и Одиссабебе, которую-то и вспоминаем только когда играем в города. И вот несколько часов назад мы приземлились в Хараре, столице Зимбабве. Это юг Африки. Где-то между Замбией и Мозамбиком, Ботсваной и ЮАР. Это так далеко, что точно стоит взглянуть на карту. Хотя на ум приходит сказка о Байбарите, искавшем лимпопоток. Вот эта река как раз где-то здесь и протекает. Словом, во всем в этом есть что-то знакомое нам с детства. Да если взять политическое и торгово-экономическое сотрудничество, то Зимбабве для нас не такая уж и терринкогнито. Беларусь уже реализует здесь несколько крупных проектов. Речь прежде всего о поставках техники для сельского хозяйства. Тракторы, машины, навесное оборудование. Словом, все, чтобы сделать ручной труд в полях автоматизированным. Для Африки в целом и Зимбабве в частности это крайне актуально. Здесь развернута большая программа модернизации. Наша страна уже поставила почти 2000 единиц техники. И есть договоренность о подписании контракта на поставку 3750 тракторов и 60 комбайнов на сумму в 66 миллионов долларов. Скорее всего, по ходу визита президента это и скрипят подписями. Чтобы понять, насколько это серьезный контракт, достаточно сказать, что товарооборот Беларуси и Зимбабве в прошлом году примерно 40 миллионов. Нашу технику здесь знают, но за место под африканским солнцем приходится бороться. Это жесткая борьба. Например, в Южной Африке там присутствуют все. Все мировые производители. Причем они заходят с очень выгодными для местных фермеров финансовыми условиями, условиями лизинга. Но я скажу, что мы эту конкуренцию достойно выдерживаем. Мы же зашли сюда не просто как продавцы этой техники. Здесь создано предприятие Бизон Агромашинери, которое не только продает эту технику, оно ее обслуживает. А здесь организованы поставки запасных частей. И в том числе организовано обучение местных фермеров и вождению этих машин, и обслуживанию этих машин. Поэтому мы зашли комплексно. И в этой связи мы достаточно конкурентоспособны здесь. За африканский рынок сражаются все мировые державы. Это точно не преувеличение. Но и здесь у Беларуси есть свои преимущества. Что ж до политики, то страны на юге Африки и в центре Европы оказались удивительным образом схожи. Минск и Хараре против санкций. Вот так. Обе страны долгое время живут под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов. С той лишь разницей, что иностранный патронаж оказывал очень большое влияние на экономику Зимбабве. Сюда вливались сотни миллионов долларов. А вот Минск никогда не купался в лучах западной славы, а потому все время проводил самостоятельную экономическую политику. Но главное, что почва для диалога есть. А все остальное, как говорится, дело техники. И в данном случае буквально. Игорь. Благодарю. Это была моя коллега Анна Пыш из Зимбабве. Все подробности визита белорусского лидера в эту африканскую страну смотрите в наших новостях на ОНТ. Образ Африки как мирового аутсайдера, поверьте, далеко в прошлом. Да, здесь по-прежнему немало государств, где предстоит поднять планку развития, победить бедность, голод и болезни. Но как минимум пять самых быстро растущих экономик мира находятся именно здесь. Именно этот африканский кулак, как отмечают в МВФ, в обозримом будущем бросит вызов всей мировой экономике. А потому неудивительно, что здесь активно работают и весьма жестко конкурируют такие глобальные игроки, как Китай, США, Россия, Индия, страны Европы. Для Белоруссии африканский рынок – непаханное поле, но и давно уже нет терра инкогнито. Знают здесь и Минские тракторы, и Гомельские комбайны, и Оршанский лен. Илья Соболев изучил наши интересы по обе стороны от экватора. 3000 километров от Белоруссии до ближайшей точки. 55 государств, где проживают почти полтора миллиарда человек. Высокий уровень бедности и богатейшие природные ресурсы. Все еще отстающий и одновременно самый перспективный регион для торговли и инвестиций. Покорять африканский континент – все равно, что бежать марафон под палящим солнцем. Это по силам, только самым целеустремленным и конкурентно способным. Беларусь проторила в Африку сразу несколько дорог. Северный путь в Египет, Алжир и Марокко наиболее близкий. А вот через Южноафриканскую республику, которая буквально на краю света, проложен самый дальний и сложный маршрут. Эти цепочки логистические всеми очень успешно и эффективно используются. Поэтому и нам здесь есть что сказать, потому что у нас есть опыт функционирования в ЮАР наших белорусских представительств и сервисных центров. Здесь находятся два крупнейших в Африке порта – в Дурбане и в Кейптауне, которые обеспечивают поставки продукции не только в ЮАР. Страны, которые не имеют выхода в море, такие как Ботсвана, Замбия, Зимбабве. На африканском континенте Беларусь постепенно расширяет свое присутствие. Задачи на ближайшие годы амбициозные, но реальные – в разы увеличить товарооборот, который уже составляет более полумиллиарда долларов, и реализовать новые совместные инициативы. Переходим к проектам промышленной кооперации. То есть у нас реализуются проекты в Египте и в Южноафриканской республике по созданию сборочных производств нашей сельскохозяйственной техники. Беларусь участвует в программе механизации сельского хозяйства Зимбабве активно. И по итогам 2022 года правительство Зимбабве отрапортовало, что у них достигнут рекордный за более чем 50 лет урожай зерновых. Именно с Зимбабве наше сотрудничество развивается наиболее успешно. Прорывным стал 2019 год, когда лидеры двух стран встретились в Минске. Зимбабве – одна из тех стран Африки, кто позже других обрел независимость. Но несмотря на все сложности, республика динамично развивается. И Беларусь видит в ней надежного партнера. Вы прекрасно понимаете, что мы не гигантская страна. И, конечно же, сотрудничать со всеми странами Африки на глубокой основе не можем. Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми мы могли бы выстроить стратегическое партнерство. И мы, конечно же, побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве. Спустя 4 года можно смело заявить, взаимоотношения теперь на качественно новом уровне. За 5 лет товарооборот увеличился в 15 раз. В Зимбабве уже работает совместная компания по добыче полезных ископаемых. Запустили новые совместные проекты в аграрной сфере, а также строительство электростанции. Здесь по-прежнему ценят то, что сделано в Беларуси. Прежде всего технику, которую ждут и в других странах. Темп рост экспорта составляет более 150%. Основные страны – Египет, Алжир, Тунис, Тога, Зимбабве, Нигерия. Видим уже рост и в 2023 году, и в нынешнем году. То есть мы приумножим наши поставки. Большой спектр услуг оказываем нашим партнерам. Одним из первых еще в советское время экспортировать свою продукцию в Африку стало предприятие «Гомсельмаш». Но то были скорее разовые поставки. А вот действительно прочно закрепиться на далеком континенте получилось в 2020 году. С тех пор наши комбайны расширяют свою нишу на этом рынке. Вообще рынок Африк, если его рассматривать целиком, то потребность в новых комбайнах и из тех экономических реалий, даже которые там сейчас существуют, и нестабильность закупок, больше белорусского рынка. То есть перспективы однозначно есть. Экономическая целесообразность поставок туда тоже есть. Сейчас именно прорабатывается в том, чтобы они были более прогнозируемы и постоянные эти поставки. Большие возможности в этом регионе видит и другой наш производитель – «Литильмаш». Буквально в январе открыли сервисный центр «ФТОГА». Еще ранее заявили о себе на рынке Анголы, Кении, Замбии и Зимбабве. Спросом пользуется буквально все, что нужно аграриям. Но вот этот, на первый взгляд, незамысловатый агрегат в особенности. Сейлки для кукурузы – это уже белорусский бренд в Африке. Туда поставили более 200 единиц подобной техники. Простой и недорогой, но, что самое главное, очень продуктивный. Уже весной конструкторы представят и новую модификацию сейлки, где учтены некоторые пожелания африканских покупателей. Однако это далеко не все предложения белорусской стороны. Например, все в том же Зимбабве. Мы готовы строить и модернизировать уже действующие зерносушильные комплексы. Мы предложили свою технологию для сушки зерна, для сушки кукурузы. Мы озвучили, что мы будем все время поддерживать сервисное обслуживание, будут присутствовать наши люди. И у нас достигнуты договоренности, что в планах 2023-2024 года построить 4 новых объекта. С древних времен в Африке оценили лен. Египет и сейчас главный производитель этой приодельной культуры. Однако у них своя технология и качество не на высшем уровне. С белорусским льном там познакомились около 15 лет назад. Первые шаги делали через посредников. Теперь торгуем только напрямую. Как правило, это у нас Южная Африка, потому что есть определенная культура потребления льна и есть свои перебывающие производства. И Северная Африка – это Тунис и Марокко. На жаркий континент из Орши в год отправляют более 45 тысяч метров продукции. Это плотные жаккардовые ткани с ярким рисунком. В большинстве материал используют для изготовления домашнего текстиля. Немного идет на пошив одежды. В жарком климате у нашего льна нашлись неожиданные преимущества. Лен обладает потрясающим свойством дарить прохладу. Это гипоаллергенный материал, это натуральная ткань, которая не позволяет здесь жить каким-либо насекомым. Уже осенью в Кейптауне – большая выставка, где будут представлены все мировые производители тканей. Будет экспозиция и Оршанского льнокомбината. Закрепиться на этом рынке наши производители планируют надолго. Быть ближе помогает и Белорусско-Африканский бизнес-форум. Его уже дважды принимал Минск. Здесь находят новых партнеров и заключают крупные контракты. Их в бизнес-портфеле уже немало. Но едва ли сегодня можно сказать, что потенциал полностью ущерпан. Этот загадочный континент, который щедро одарила природа своими богатствами, нам еще предстоит открыть по-настоящему. Илья Соболев, Николай Найдович и Анна Мороз. Контуры. Многим, конечно, знакомо чувство. Чем дальше уезжаешь от дома, тем сильнее тянет туда, где родился, вырос и, что называется, пустил корни. И даже если эти самые корни кто-то, возможно, на эмоциях, возможно, по чьей-то глупой подсказке попытался разрубить. Речь, конечно, не о тех, кто на фоне событий 20-го орудовал на отмашь. Экстремистам и террористам обратного пути нет. А вот тех, кто просто свернул не туда и сейчас об этом искренне сожалеет, здесь, на родине, могут и должны услышать. На неделе эту тему, которая давно витает в воздухе, обсуждали в Дворце независимости. По итогам совещания, которое было посвящено общественно-политической обстановке, президент принял принципиальное решение. В стране создадут комиссию, которая рассмотрит прошения желающих вернуться в Беларусь. Подход будет индивидуальным, но общее для всех условие – раскаяние. Насколько долгой может быть дорога домой – репортаж Влады Корницкой. Дома к чаяниям соотечественников не безразличны. Оно и понятно. Как без людей не может быть страны, так и человек не может без Родины. Впервые на высшем уровне, фактически, «сардечно запрошаем» прозвучало еще в православное Рождество. Наконец-то многие-многие люди начали понимать, наши люди, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси, сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на Родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Настало время, когда мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. Дополнительные точки напряжения в Беларуси ни к чему, не раз говорил Александр Лукашенко. Но почему не раньше? После 20-го концентрировались на внутренней обстановке. 21-й год прошел под знаком народного единства. Будто заново усваивали элементарное. В нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут представители различных национальностей, религий и культур. И это сохраняло мир на нашей земле. 22-й стал годом исторической памяти. Тогда мы вспоминали, на чем зиждятся ценности и традиции народа. И вот, похоже, созрели. Совещание у президента, как ответ на запросы общества. Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прошения. Многие осознали, к чему могли привести те призывы, которые делали наши оппоненты. Те призывы, которые делали часто и прямые враги белорусского государства. Не просто к расколу страны, не просто к переформатированию политической системы, но скорее к гражданской войне, к потере субъектности и суверенитета в перспективе колониальная зависимость. 23-й год объявлен в нашей стране годом мира и созидания. И важное измерение этого самого мира – гражданское согласие. И здесь же один из главных ориентиров – сохранять баланс. Ведь великодушие великодушием, а интересы государства никто не отменял. Кто сознательно приступил к черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб, продолжая деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Сколько именно людей по разным причинам уехали из Беларуси на волне 20-го года, посчитать сложно. Важнее то, что это наши люди. А вражда между своими еще ни к чему хорошему не приводила. Вы видели, как захлебнулись эти все телеграм-каналы, чаты и прочее? Ах, тут хватают силовики, те, кто попытались приехать, сажают, чуть ли не убивают. Чушь. Абсолютная чушь. Отдельные политики, которые там обосновались и зарабатывают, в том числе и на лицах, которые вынуждены были покинуть страну, начинают заниматься спекуляциями, вводить их в заблуждение о том, что кого-то кто-то заманивает с какими-то злонамеренными целями. Почему так делают отдельные штабы политические, так называемых беглых? Потому что у них из рук выскальзывает инструмент, которым они пользуются. Люди, которых они используют в своих корыстных интересах. Им надо демонстрировать на каких-то площадях небольшие митинги. Надо с кем-то проводить собрания. Надо показывать своим спонсорам то, что у них есть какая-то электоральная база. Важно понимать, что фактически президент начал применять те же методы, что применяли западные политтехнологи. То есть мы не действуем силой, мы не действуем агрессивно, а мы действуем мягко. Мягкая сила, мягкая политика. А суть ее заключается только в одном. Если они агрессивно пытаются сейчас собрать различные политические группы у себя из беглых, из более радикальных собрать какие-нибудь бандформирования или деструктивные диверсионные группы, то они к чему ведут? К тому, чтобы дать благо, счастье этим людям? Ну нет, правильно? Ну нет, конечно же. Их руками, их жизнями пытаются достигнуть своих экономических, политических целей. И вот ключевой вопрос. Как определить, кто достоин беспрепятственного возвращения, а кому лучше остаться за рубежом? Может, подобному здесь место? Очевидно, мерилом станет безопасность. Все эти калиновцы, хоругви и прочие будут отвечать не просто по закону. С ними будет разговор один на уничтожение. По сути, власть предлагает сделку. Вполне четкий механизм, и каждая ситуация будет рассматриваться комиссией индивидуально. Ты постился там в интернете? Вот давай рассказывай, зачем ты это делал, и кайся перед народом. Или какие мы тут механизмы выработаем. А затем вместе с людьми, с общественностью, журналистами, блогерами, кто был на передовой тогда, мы будем решать, что с ними делать. Но шаг навстречу надо делать. В средствах массовой информации будут указаны почтовые, электронные и другие адреса. Куда человек сможет в электронном виде, в письменном виде направить свое заявление в комиссию. В заявлении изложить обстоятельства, связанные с пребыванием этого лица за границей. Дальше сведениями, которые он располагает по поводу того, что якобы к нему могут быть какие-то претензии. Ну и, соответственно, его заверение в том, что он законопослушный гражданин. Соответственно, это обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Обратно их сюда возвращать, которые вредничали. Зачем это надо? Чтобы они по новой тут все это продолжали. Их не надо. А те, которые по глупости, пусть возвращаются. Чтобы вернулись, да. Если хотят. Но если они виноваты, пусть ответят. Если нет, мало ли, под общую волну. Многие же должны уезжать. Пусть возвращаются. Их прощать нельзя. Нельзя. Ну, хотя, наш батька говорит, что можно прощать. Ну, я не знаю. Ну, прощать. За что прощать? Они нам надоели столько. И они, если бы не батька наш, мы бы не знаем, что было бы с нами. Одно дело, когда люди просто уехали из своей страны по каким-то своим причинам. А другое дело, когда они уехали, и там, за границей оскорбляют нашу страну, наше государство. Хотя они прожили тут большую часть жизни, и это действительно очень неправильно. Смотрели на заграницу, как на рай. И вот сегодняшние события показывают, насколько зыбок наш мир. Он хрупок. Его надо беречь и сохранять. Что ж, осторожность белорусов объяснима. Мир и созидание приобретают особую ценность. И чтобы их не утратить, важно найти пути для консолидации и проявлять мудрость. В этом ведь тоже самодостаточность нации. Уметь делать выводы из ошибок прошлого, в том числе недавнего. Влада Корницкая, Никита Сташков, Надежда Завиновская и София Бережная. Контуры. Для защиты на земле, а теперь еще и отдельно в небе. Сразу два документа по охране государственной границы подписала Александра Лукашенко. Это традиционное для начала года событие. Впрочем, на этот раз специфика военно-политической обстановки вокруг Беларуси потребовала корректировки. Президент впервые поставил подпись под решением по защите воздушного пространства страны. Боевые действия на Украине, накачка региона оружием, натовская активность на Западе. Все это факторы, которые необходимо учитывать при укреплении как государственных рубежей, так и в целом национальной безопасности. При этом защищать границу приходится не только силами пограничников, но и армии. Мы не скрывали это, мы привлекли немалые силы в поддержку пограничным войскам со стороны нашей армии. Какова ситуация в этом плане? Достаточно ли вам сил и средств, которые мы направляем на усиление государственной границы, в том числе и на юге Беларуси, на границу с Украиной? Там и милиция привлекается, уже и местные органы власти молодцы поддерживают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделения вооруженных сил. Особое внимание о защите воздушного пространства Беларуси. Здесь вооруженные силы серьезно усилили зоркость и бдительность. Развитие обстановки, ее напряженность вынудило нас уже в прошедшем году нарастить наши силы и средства радиотехнических войск, генетно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территории нашей страны. Именно комплексность применения всех средств позволила и своевременно обнаружить, и внести сбой выполнения задачи нарушителям, что позволило успешно защитить нашу страну на данном направлении. Задача едина – обеспечить надежную охрану государственной границы, обеспечить пропуск в нашу республику законопослушных граждан и стать надежным счетом, кто к нам идет с плохими намерениями. Постоянно обновляемся. И те средства, которые сейчас есть, и личный состав, и тех, которые нам достаточно, чтобы выполнить те задачи, которые поставил президент. Будут новые задачи, будем смотреть новую технику. Цветом нынешней недели в международной политике можно назвать леопардовой. Даешь танки. В таком флешмобе многие решили о себе напомнить. Здесь и артисты, и спортсмены известны и не очень, и впереди всех с требованиями к Германии в целом, и к Шольцу в частности, был Зеленский. Канцлер вроде не спешил, сомневался, пытался объяснять, что дать-то можно, но это вопрос сложный. Шольца мгновенно стали жестко критиковать в прессе, обвинять в слабости, нерешительности. В итоге пришлось уступить. Германия предоставит Украине леопарды. Поучаствовать в раздаче готовы Польша. Ну, кто бы сомневался, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания и Португалия. Всего леопардов в Европе около двух тысяч. Киев рассчитывает получить около сотни из них. Своё слово на неделе сказал и Байден, который объявил о том, что Украина получит 31 танк «Абрамс». По оценке экспертов, эти поставки могут стать для России раздражающим фактором, но изменить баланс сил не в состоянии. Более того, мало просто доставить технику на Украину. Чтобы бронированный кулак был эффективным, надо соблюсти множество условий. Тем не менее, Берлин, Варшава, Вашингтон продемонстрировали, готовы идти дальше в поддержке Киева. И они повышают уровень своей вовлеченности в конфликт. А Зеленский, между тем, уже выдвигает новые требования. Ему непременно нужны самолеты F-16. И следующее заседание контактной группы в Рамштайне уже называют авиационным. Что будет дальше, если и эта высота будет взята? Какое оружие окажется в списке требований следующим? Вот что по этому поводу отметил бывший президент США. Сначала танки, потом ядерное оружие. Пора заканчивать эту сумасшедшую войну сейчас же. Это так просто сделать, подчеркивает Дональд Трамп. Вот и выходит, что нынешние 90 секунд, которые отделяют человечество от полночи на часах судного дня, это, кажется, еще не предел. Подробнее о политических последствиях леопардовой моды в Европе поговорим с экс-депутатом Бундестага. Вальдемар Герт подключается к эфиру Контров из Берлина. Добрый вечер. Германия долго думала и, наконец, сдалась. Почему была такая пауза? Ну, понимание, что это очередной виток экскалации, который может привести к глобальному конфликту, и есть у всех. Поэтому Германия до последнего сопротивлялась поставке танков. Коридор свободного принятия решений у немецких политиков очень узкий. И то, что сейчас пытается делать Шольц, дает ему, конечно, плюс пункты в глазах народа, в глазах политиков, которые болеют о своей стране. Но понимание того, что он этого давления не выдержит, было у всех. У американцев очень эффективные методики влияния на политиков. Тем более такой страны, как Германия, которая де-факто является все еще под оккупацией. Получается, поставки леопардов – это отказ от главных принципов внешней политики Германии. Лозунг никогда больше не работает? Да, да, ломается все, что было в послевоенное время выстроено. Сейчас идет действительно время больших изменений, глобальных изменений. И Германия в полной мере отхлебывает от этой горькой чаши. Мы поставляем сейчас танки, которые, в общем-то, обезоруживают наш Бундесверк. Они его просто раздевают. Мы и так были не очень сильно вооружены. Но вот это принуждение, оно аналогично отказу от дешевых энергоносителей. Если выстраивать логическую линейку всех этих требований, которые идут из-за океанского обкома, то напрашивается вывод, что самая главная цель, которую они преследуют – это уничтожение экономики Европейского Союза. Они понимали все, что все благосостояние немецкой экономики, европейская экономика держится на дешевых энергоносителях. И европейский партнер становился все более опасным. Он становился серьезным конкурентом в автомобильной индустрии, в химической индустрии, на валютном рынке. И управлять европейскими лидерами становилось все тяжелее и тяжелее. И вот произошел этот план, разрыв с Россией как поставщик дешевых энергоносителей, конфликт, затяжной конфликт. Поэтому никто не заинтересован, чтобы этот конфликт быстро закончился, потому что он обескравливает как европейское пространство, так и Россию. Это одним хлопком, опять же, двух зайцев. Как ни крути, без аналогии здесь не обойтись. Немецкие танки с звериными названиями снова на украинских полях. Не тигры и пантеры, но леопарды. Вы знаете, чем закончился тот поход этих зверей в сторону Востока. Я думаю, что и сейчас это, если мы не остановимся, закончится тем же самым. Но таких страшных жертв, как они были в прошлом столетии, можно еще избежать, если трезво оценить ситуацию и стряхнуть с себя вот этого мнимого друга заокеанского. Многолетняя кадровая политика, которую курировала администрация и политика Соединенных Штатов, она вывела в политическую элиту Европы только своих марионеточных ставленников. Следствие вот такой политики – это Елена Биабок. Ну, простите меня, ни ума, ни фантазии. Ее доводят до министра иностранных дел, и теперь она несет ту идеологическую политику, которой ее накачивал Заокеанский и Соросовский фонд все это время. Поэтому ожидать, что элита, приведенная к власти американскими кураторами, вдруг восстанет против своих кураторов, ну, как-то, да, что-то другое должно произойти. А как быть Белоруссия на этом историческом изломе? Ну, недооценивать новый виток развития эскалации в этом регионе вы не можете. Вы приграничная страна, поэтому быть готовыми ко всему. То есть, когда зверь загнан в угол, он может пойти на любую провокацию. Я думаю, ваше руководство до сих пор очень мудро относилось к этой ситуации, принимали мудрые, правильные решения, которые не давали раскачать эту ситуацию, а, скорее всего, были фактором такого успокаивающего и сдерживающего влияния. Я надеюсь, что вы останетесь в этой позиции, потому что раскачивать лодку достаточно. Весь мир ее раскачивает. 50 стран с осатанелым остервенением готовы отправлять туда последнее свое вооружение, лишь бы эта кровь проливалась дальше ради какой-то мифической идеи. Кстати, я впервые о вашем президенте услышал лестные слова от наших высоких военачальников и политиков, которые оценили его поведение, которое отличается мудростью, хитростью, как они говорят, и что нельзя недооценивать этого диктатора. Я думаю, это комплимент для него. Спасибо, это был Вальдемар Герт, экс-депутат Бундестага на связи из Берлина. Вместе подбираемся к экватору этих контуров, и вот какие темы у нас еще на горизонте. Где белорусам ни холодно, ни жарко, и почему без нашей техники по ту сторону Урала не обойтись? Взрослая жизнь белорусского малого бизнеса. Налоги по-новому, но без неожиданностей. Как выстоять, когда жизнь летит под откос переступить и идти дальше? У них получилось. Это «Контуры», и мы продолжаем. И снова к экономике с поправкой на новые мировые обстоятельства. Санкционное уравнение с целой массой неизвестных Беларусь и Россия успешно решили, взяв курс на тотальное импортозамещение и более тесную кооперацию. Те самые новые возможности, о которых не раз говорил президент. Как это работает на практике? На неделе мы отправились в Новосибирск, город-миллионник, где нити союзной выгоды переплелись сразу по нескольким позициям. Из самого сердца Сибири наш российский сапкор Светлана Корульская. Welcome to Новосибирск or SIP Chicago. Так иногда шутят, встречая гостей здесь за 3,5 тысячи километров от Минска. Не на запад, а на восток. Третье по величине город России еще сто лет назад сравнили с американским мегаполисом. Похоже, с тех пор он так и не перестает бить рекорды. Самый быстро растущий город страны. Самое крупное муниципальное образование России. Здесь самый большой театр и самая научная улица в мире. Всего 2,5 километра в Академгородке и там в одном месте 35 институтов. Новосибирск еще и важнейший транспортный узел страны, соединяющий Европу и Азию. И коль первая своими санкциями давно старается закрыть для нас все двери, то на востоке и Беларуси Россию сейчас рассматривают как ключевых игроков. Активно заходить сюда мы намерены вместе. И в первую очередь с готовой продукцией. Исключительно своей, союзной. Тема очень актуальна. Действительно импортозамещение сегодня важно для двух наших стран. И самое главное, есть результаты, есть наработки. Поэтому я готов свою команду сориентировать. Мы целевым образом, если мы сейчас договариваемся, подтверждаем, сделаем акцент именно на этом. То есть развитие науки, технологий, на развитие промышленности, именно в сфере высоких технологий. Именно за российскими регионами продвижение политики товарного и технологического суверенитета еще до пандемии Новосибирск активно сотрудничал с Беларусью в этом направлении. Товарооборот составлял 500 миллионов долларов. Ковид, нарушение логистики, а теперь и санкции дали заметный минус. Не остановку, а поиск новых цепочек. 25% во взаимной торговле мы уже прибавили. Расти дальше задача, которая для Беларуси и для России из числа важных перешла в разряд первоочередных. Если вы посмотрите структуру наших экспортных или импортных поставок, то видно, что, конечно, там преобладают промышленные товары и сотрудничество в сфере промышленности. Новосибирск вообще является таким крупным промышленным центром. Здесь примерно 10% всей промышленной продукции Сибири производится. Нужно дальше уходить в кооперацию какую-то совместную. За примерами в Новосибирске далеко ходить не нужно. Одно из градообразующих предприятий региона – завод Сибэлектропривод. Здесь выпускают тяговые двигатели для тепловозов. Но быть и оставаться одним из самых рентабельных предприятий электромашиностроения России ему позволяет только кооперация с белорусским Белазом. Вот эта деталь – сибирское сердце наших Белазов. Тяговая электрическая силовая установка. Проще говоря, электродвигатель. Цене самосвалов – это 20% стоимости. И весь новосибирский завод Сибэлектропривод работает практически только на Беларусь. 80% продукции уходит в Жодино. Электродвигатели для 130 и 220 тонн Белазов – основной вид продукции предприятия. В прошлом году отгрузили 650 генераторов. В этом планируют на 100 больше. На завершающей стадии проект выпуска электроприводов и для менее тяжелого 90-тонного Белаза, популярность которого растет как раз на местных месторождениях полезных ископаемых. Я считаю, что на сегодняшний день этот темп удержится, потому что, как самого Белаза, планы очень смелые. Еще один пример взаимодействия в промышленности и кооперации. Главное ожидание новосибирцев – наш транспорт. Устаревший и изношенный городской пассажирский парк – одна из самых серьезных проблем. Обновление подвижного состава началось именно с автобусов МАЗ. Сейчас подключился Белкоммунмаш, который наладил в Сибири совместное с россиянами производство по выпуску трамваев. 42 новые машины уже на линии. А уже в следующем году из Минска сюда приедет и первый электробус. Нам будет поставлено для испытаний в наших непростых зимних условиях электробус производства Белоруссии, Минского завода. Но это очень важно, потому что психологически очень важно, надо показать и для всех, что он может работать в таких температурах, которые у нас, а у нас бывают минус 40, летом плюс 30. Все наши машины регион будет закупать за средства регионального и федерального бюджетов. Время, когда наши товары здесь считались иностранными, уже прошло. Выгоднее это осознали обе стороны договариваться. Такую схему взаимодействия на рынке можно хорошо проиллюстрировать именно в Новосибирске. Самый известный памятник в городе – продавцу и покупателю. Житейская и распространенная история. Мужчина и женщина торгуются за товар и его стоимость. Но здесь еще есть одна линия, можно сказать, подвох. Пока продавец и покупатель не могут прийти к консенсусу, маленькая собачка, пользуясь моментом, вытягивает из сумки покупателя связку сосисок. Примерно так могло быть и с белорусско-российскими торговыми отношениями. Совсем недавно мы спорили, закрывали свои рынки, долго обсуждали цену. В это время наши западные конкуренты вытягивали наши преимущества и деньги. Сейчас в условиях санкций главная задача – все сосиски, то есть максимальную часть доходов, оставлять в общей корзине союзного государства. А в этих широтах у нас есть еще один серьезный конкурент – Китай. Логистическое плечо у его производителей короче, цены от этого часто ниже. Плюс известный очень активный подход Поднебесной к торговле. Нашим промышленникам приходится учитывать эти правила игры и выстраивать маркетинговые схемы так, чтобы не просто конкурировать с Китаем, но и кое в чем его даже обходить. Этот красавец – одна из немногих машин в мире, которая не дает в Сибири проехать китайцам. Торговый дом МТЗ работает на огромной территории от Урала до Сахалина. 8 из 10 машин в хозяйствах региона белорусского производства. Давыд Громов приехал из Якутска забирать свой полностью укомплектованный трактор. Единственная дополнительная трата – утеплитель для двигателя. Заставляют морозы под 60. Проверен по Якутии хороший трактор. На сельском хозяйстве будет доработать. Все необходимое можно купить в сервисном центре. Здесь же полное гарантийное обслуживание и ремонт. А начинал торговый дом как монобренд, только МТЗ. Сегодня здесь практически вся линейка нашей лучшей техники. От самых маленьких тракторов до мощных грузовых машин и комбайнов. Сейчас в год с этой площадки уезжают 2500 тракторов. Наши говорят, что готовы перерасти еще минимум процентов на 20. Мы сегодня занимаем агрессивную позицию. Мы держим свои линии фронта и не отдаем ни кусочки земли китайскому промышленнику. Основной успех и слоган нашей и нашей компании – это «Объединяясь, побеждаем». Объединив МАЗ, объединив Гомсельмаш, объединив МТЗ в рамках хотя бы товаропроводящей сети. Мы не оставляем ни одного шанса нашим конкурентам. В общем, на нашем общем торгово-промышленном поле и Беларуси, и Беларусу пахать и пахать. Надеясь на всходы и в переносном, и в прямом смысле. Мы пришли сюда надолго и будем осваивать эту сибирскую землю. А до весны-то уже всего ничего. Светлана Корольская, Михаил Артемов, Контуры, Новосибирск. Наши зрители постарше, конечно, помнят времена, когда масштабы бизнеса определялись размером и полнотой примерно вот таких сумок в характерную клетку. Чего грех отаить, именно челноки тогда подкармливали, в том числе соседей россиян, белорусским сыром, маслом, сметаной, зарабатывая шальные по меркам лихих 90-х деньги со всеми серыми атрибутами того времени. Конечно, за три десятка лет отечественный бизнес сделал немало шагов к цивилизованной экономике. Что ж, до налогов, которые индивидуальные предприниматели до конца минувшего года платили по упрощенной схеме, здесь получился очевидный парадокс. Условия работы для ИП оказались заметно выгоднее, чем для предприятий реального сектора экономики, который к тому же несет и большую социальную ответственность. Пришло время уравнять правила игры на рынке, а схемы ухода от налогов свести к нулю. Развивать свое дело и вносить соизмеримый вклад в социальное обеспечение – принцип справедливый. Работает он с начала года, и это для малого бизнеса не стало неожиданностью. Вот мы приняли решение, что индивидуальные предприниматели должны подняться на уровень выше, и как все там физические и юридические лица платить налоги. У нас тогда был вопрос – отрубить это сразу или дать какой-то срок для того, чтобы ИПшники могли спокойно преобразовать свое дело, на более высокий уровень подняться. Как все платить налоги и работать их никто и трогать не будет тогда. Мы дали этот лаг временной, поэтому надо еще раз встретиться и с ними переговориться. И я в том числе, и вы, и многие другие ИПшники чуть ли не враги народа. Ну знаете, это же наше порождение, они никакие не враги, но и надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Новации в системе налогоблажения для индивидуальных предпринимателей запустили с начала года. Как работают эти правила, в которых все же есть вариативность, какие аргументы у государства и в каких сферах оно видит в малом бизнесе незаменимого партнера? Вот с этими вопросами мы отправились в Министерство экономики. Конкурентная среда между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, она нарушена. Должны быть одинаковые на сегодняшний день среда существования данных субъектов хозяйства. То есть, иными словами, условный Амкадор и условный индивидуальный предприниматель, Амкадору гораздо сложнее заработать 100 рублей, нежели предпринимателю. Правильно я вас понимаю? Да, конечно. Это один из аргументов. Любые инновации всегда нужно проговорить. Вы ездили в регионы. Все ли бизнесмены услышали или пока нет? Всегда все новое воспринимается критически. Многие благодарят за цифровизацию процессов, за платформу, за возможность администрировать профессиональный налог в своем телефоне. Те, кто не готов даже, знаете, почитать новую нормативку, те, конечно, как-то эмоционально высказывались. И второй вопрос, вот запрос. Мы вот там где-то в тени что-то делаем, а вы нас тут не трогаете. По сути своей предлагаемые на сегодняшний день варианты уплаты налоговой системы позволяют. Хорошо. Не хочешь ты работать на профналоге, ты можешь остаться индивидуальным предпринимателем. Только, пожалуйста, покажи свою выручку и покажи свои затраты. То есть вот твоя выручка минус твои затраты, оставшиеся суммы заплати 20%. Ну, вроде бы все просто и понятно. Цивилизованно. Цивилизованно, да. Вариантивность еще одна есть. Не можешь показать свои затраты, пожалуйста, свои выручки. Снимать 20% и с оставшейся суммы платья налога. Есть и такой вариант. Ну и самое вот словечко, согласитесь, индивидуальные предприниматели, поэта, вот что-то такое из 90-х. Ну да. Когда-то мы понимали, что не было достаточности свободных рабочих мест. Это решало ряд экономических проблем, в том числе и в самозанятости. Были нарушены цепочки некоторые производственные. И здесь, конечно, очень помогла вот эти субъекты произвести и тот продукт, то есть вклад в Республику Беларусь. Еще одно словечко уже из нашего настоящего – деловой климат. Вот как то, о чем вы только что рассказали, позволит улучшить деловой климат Беларуси? По сути своей, деловой климат формирует условия – это административные процедуры. У нас их 1068. И мы работаем над упрощением административных процедур. Около 300 сокращены сроки, либо документы, которые необходимы для решения вопроса по административным процедурам. Работа над ошибками. Да, по сути своей, да. Еще 400, еще работать будем дальше. Еще очень важный момент в развитии предпринимательства, частного бизнеса, я считаю, вот та потребность экономика, которая сейчас – это импортозамещение. Многие крупные предприятия стали площадками. Это «Атлант», это «Ибелас», это «МТЗ», это «Гомсельмаш». И мы создали интерактивную площадку, где можно увидеть запрос крупных предприятий и предложение малого бизнеса. На сегодняшний день, вот в моменте уже заключено более 200 контрактов. То есть призыв есть, есть потребность идти бизнесом, малого бизнеса в кооперационные связи с крупным нашим бизнесом, нашими флагонами, для того, чтобы участвовать в этих программах импортозамещения. То есть это те ниши, где еще вчерашние ИПшники вот с этими клетчатыми сумками готовы работать цивилизованно и подставить национальное экономическое клетчо. Невероятное, но уже очевидное. Тысячи меньчан и гостей столицы смогли заглянуть за горизонты будущего, которое совсем рядом. Первоотечественный ноутбук, беспилотник для сельского хозяйства, биопротез, прозрачный телевизор, сотни разработок, по последнему слову, науки и техники. Все это экспозиция «Беларусь интеллектуальная». Аналогов некоторым разработкам нет не только на постсоветском пространстве, но и в мире продемонстрировать потенциал максимально широко инициатива президента. Создатели уникальных ноу-хау, как ученые с именем, так и те, кто делает первые шаги в науке. На неделе все это не только увидеть, но и оценить в действии смогли все желающие. Цифровые технологии, которые здесь представлены, и в плане телевидения развитие для нас очень актуально. Поэтому нам очень познавательно и интересно было посетить данную выставку. Очень, очень все удивляет. Мы даже просто не ожидали. Вот взял специально детей, внуков своих и поехали посмотреть. Я только сейчас узнала, что «Беларусь трактор» разработала такие машины. Эта выставка является основным показателем того, что у нас есть большие перспективы в будущем нашего развития, в целом всех наших информационных технологий. Аншлаг на выставке был и в эти выходные. Это были последние дни работы экспозиции в Минске, но не финал. Совсем скоро «Беларусь интеллектуальная» продемонстрирует возможности отечественной науки в регионах. Будет интересно. Будущее, в том числе, высокотехнологичное, имеет удивительное свойство наступать. И то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня делает нашу повседневную жизнь удобнее. Именно эта формула заложена в концепцию умного города. И следует несколько сотен мегаполисов по всему миру, и Минск не исключение. Конечно, нам еще предстоит продвинуться по многим умным позициям. Но уже сегодня белорусская столица диктует смарт-моду. «Город в цифровой обертке». Репортаж Ирины Плотской. Каждый белорус знает – все дороги ведут в Минск. Столица не только самый большой, а самый продвинутый город страны. В мегаполисе, где жизнь не просто идет, бежит в ногу со временем без ускорения никуда. В единой транспортной системе 3,5 тысячи километров магистралей, проспектов и улиц. 700 тысяч авто, сотни светофоров. Каждое звено этого большого механизма контролирует искусственный интеллект. Наша съемочная группа двигается в сторону Уручья. И нам, можно сказать, повезло. Мы словили зеленую волну. В Минске это работает на больших проспектах, независимости, победителей и оживленных улицах. Орловская, Богдановича. Суть в том, чтобы все участники дорожного движения двигались примерно с одной скоростью – 60 километров в час. И в таком случае удастся доехать практически без остановок на перекрестках. В час пик ситуацию на большинстве дорог регулируют вручную. Учитывая количество аварий и ремонты дорог, где-то искусственно продлевают зеленый, в другом направлении – красный. Работа планов координированного управления отслеживается на постоянном режиме сотрудниками, в том числе привлеченными экспертами, с использованием GPS-трекеров, чтобы плавность хода была неразрывной одной, без резких провалов в части полной остановки транспортного средства на определенном участке. Порядка ста перекрестков в Минске способны самостоятельно разгружать потоки машин. Датчики под землей определяют загруженность проезжей части и руководят светофорами в разработке и новые смарт-проекты. Работа автоматизированной системы управления с общественным транспортом основывается на данных, получаемых о месте нахождения общественного транспорта и связке его с светофорным объектом. При его определенном отставании либо выбивании из графика работы общественного транспорта в автоматическом режиме поступает запрос от конкретной единицы общественного транспорта на продление зеленого сигнала светофора по его направлению. Технологии будущего успешно интегрируют в систему общественного транспорта. Салоны автобусов, бесконтактных троллейбусов и электробусов оснащают современной начинкой. Весь общественный транспорт оборудован системой видеонаблюдения. В случае, если пассажир не успел зайти, двери закрываются, то при зажатии двери откроются. Электронный гид, который позволяет пассажиру визуально наблюдать, на каком основочном пункте он проезжает. По-умному в Минске работает система навигации и оплаты проезда. Все для комфортного путешествия по городу. Зимой пассажиры не замерзнут, а летом не будут изнавать от жары. А все благодаря системе кондиционирования. Также в пути можно зарядить смартфон. Чудеса техники доходят и до ритейла. Например, это первый в Беларуси автономный магазин без кассиров и продавцов. Аналогов нет во всей стране. Для входа мы скачали приложение, отсканировали QR-код. Заходим, выбираем товар. Все как в обычном магазине, только делаем самостоятельно. Кстати, украсть ничего не получится, потому что за каждым движением покупателя следит умная система безопасности. Как она работает? Здесь, видите, весовые полки, они до одного грамма. Они сразу автоматически считывают. Систему обмануть нельзя. Также у нас существует кофемашина. Оплата уже будет проходить в режиме онлайн, через телефон. То есть мы выходим и с карты автоматически списываются деньги. Разработана система DraftPay для клиентов, у которых очень мало времени, как я говорю, и им очень оперативно хочется заправиться без посещения магазина и общения с нашими операторами. То, что ценят минчане и чем обязательно воспользуются туристы – бесплатный Wi-Fi. Точки доступа есть там, где всегда многолюдно – метро, вокзалы, гостиницы, кафе. В умном городе важно, чтобы все системы дополняли друг друга и работали в связке. Над этим сейчас и трудятся программисты. А начиналось все с виртуальной системы ЖКХ, которая помогает оперативно решать бытовые проблемы минчан. Мы планомерно переходим к тому, что в будущем у города появляется так называемый цифровой двойник. То есть у исполнительной власти появляется цифровой инструмент, в котором они могут узнать все о той сфере, которую они регулируют. А здесь уже через несколько лет вырастет город Смарт. Северный берег – один из самых масштабных проектов в Минске. По задумке арабской компании, это умный город под ключ. И умным здесь будет все – от квартир до парков и школ. Мы начали строительство наших объектов с Минского международного выставочного центра. Это объект площадью около 40 тысяч квадратных метров, который будет в какой-то степени лицом города Минска, лицом страны. Высокотехнологичный, удобный, умный – это все про Минск. То, что 20 лет назад нам казалось невозможным, сегодня уже реальность. Конечно, машины еще не летают в магазинах и ресторанах, нас не обслуживают роботы. Но это, похоже, дело времени. Ирина Плотская, Андрей Мушавец, Родион Кабанович, Ксения Каневцева, Контуры. Как выстоять, когда жизнь летит под откос? Когда кажется, что впереди уже ничего и выхода нет. Но выход в этой ситуации лишь один – переступить и идти дальше. У героев нашего следующего репортажа, несмотря на обстоятельства, это получилось. Да, все они прикованы к инвалидной коляске, у каждого из них своя история принятия и осмысления. Но все они вместе – яркий пример жизнелюбия и силы духа. Несломленные люди в репортаже Ангелина Дикун. Я получила травму в автомобильной аварии. Был гололед, ночь была, и закрутила машину сильно. И она врезалась в дерево. Я травму получил 22,5 года. А уже и 20 лет, елки-палки, вот время бежит. Он заставил себя забыть все, что было до. До той роковой минуты, когда жизнь едва не оборвалась. Но уже через мгновение, кажется, благодарит непростую судьбу. Да, потерял обе ноги, но обрел что-то большее. Спустя, наверное, три месяца, четыре после травмы, я уже тоже был в центре. Тогда он назывался Центр помощи спортсменам-инвалидам. Окунулся в эту жизнь, увидел, как ребята общаются, водят автомобили, то есть женятся, заводят детей. Начал заниматься, потом меня позвали туда на работу. Я остался, начал работать в этом центре, тоже помогать другим как-то адаптироваться. Среди тех, кто лишь осваивал новую реальность, была и Лидия. Девушка со схожей травмой и огромным желанием жить. Головоглазая брюнетка сразу покорила сердце Дмитрия. Начал все подсказывать, то есть свои наработки. Ну, то есть ей было уже проще, что все было готово, то есть отточено на мне. И методики подготовки, и спортивный инвентарь. Не было никакого такого ободрения. Просто идешь и все, ничего, никаких ободрений. Ну, то есть жизнь продолжается, все точно, никто на этом не зацикливается. Сразу все так быстро закрутилось, завертелось, что даже не было времени толком как бы там что-то понять. Как же дальше, что делать. То есть как-то вот все, ну, все как-то встало вот быстро, как все как-то на рельсы. И вот мы вот до сих пор уже 10 лет, и мы вот двигаемся все время без остановки. Уже через два года после травмы Лидия завоевала свои первые медали на паралимбийских играх в Сочи. И как на тренировках, вслед за чемпионом мужем покоряла все новые дистанции. Сложно даже сосчитать, сколько наград у этой семьи лыжников. Их не раз презентовали на телеэкранах, но самую главную – пара бережет от камер. Это сын, ему 4. Пророчили, что не смогу я справиться с этим. И этот молодой человек, 16-летний, столкнувшись с новой реальностью, потеряет себя. Погибнет, где-то начнет прикладываться к каким-то, значит, алкоголю, может быть, наркотике, и жизнь его очень быстро закончится. Предприниматель, спортсмен, благотворитель, отец четверых детей. История этого белоруса известна многим. Еще подросткам Леша Талай тушил костер, который разожгли местные дети. В огне оказался снаряд времен Второй мировой. Дальше взрыв, потеря рук и ног. И долгий путь к себе. Очень было все непросто вначале. И потихонечку, помаленечку я привыкал и к своему новому телу, и к тем новым возможностям, а где-то и ограничениям. Многочисленные операции, реабилитация и сильная воля. Он доказал, что невозможное возможно. Алексей стал мастером спорта по плаванию, научился обходиться без сторонней помощи в быту и начал помогать другим, абсолютно незнакомым людям, которым нужна поддержка. Многие ведь думают, что жизнь закончилась, и ничего хорошего не будет, и вот моя участь сейчас грустить, и все, катастрофа. Но нет. И здесь я им как наглядный пример. Речь не только о тех, кто потерял ногу, руку, даже о физически здоровых, но морально подавленных людях. Тех, кого ударила жизнь. Будет это человек, потерявший родных, или ребенок, который живет под пулями. Алексей готов помогать всем и каждому. В 2017 году я получил травму на природе. Упал с дерева, решил повыкобеливаться, короче, условно, и сорвался. Сразу не вынувал, взял себя в руки, короче, и, в принципе, постоянно искал какие-то ходы, то есть, начал там даже и ортезы шить себе. Этого парня невозможно не заметить даже среди спортивной команды в дресс-коде. В баскетбол он пришел почти сразу после реабилитации. Казалось бы, сел в коляску, и жизнь замедлилась. Но не в случае Максима. Он стал еще безудержнее прежнего. Активный образ жизни придает больше сил и мотивации вообще дальше двигаться как-то. Осенью прошлого года решил такой марафончик, короче, проехать 45 километров по Минской велодорожке. От Серебрянки до Лебяжьево и обратно. Сейчас вот хочу в этом году уже соточку какую-нибудь уже пробежать. А бегать есть на чем. Вместе с товарищем Максим вручную изготавливает коляски для активной жизни. Изделия легкие, на них даже можно подниматься и спускаться по ступенькам. В отличие от тех, что выдаются по инвалидности, эти реально облегчают жизнь. Мы же делаем больше индивидуально. И коляска получается легче, и дизайн какой-нибудь другой. Размеры разные. Бывает человек 2 метра ростом, а ему стандартная коляска не подходит. Ему надо сделать повыше, пониже. Наши герои говорят, всегда можно закрыться дома и сетовать на судьбу. Но рано или поздно придет осознание, что это не конец жизни. Она просто стала другой. И важно научиться принимать ее и себя. Если на этом зацикливаться, ну это же можно с ума сойти. Сейчас же есть интернет, и много, где можно найти информации, чем заняться. Подлежать, что камень, все равно вода не сочет. Что-то надо делать, так сказать. Не замыкаться в себе, вот главное. У каждого из нас свой собственный путь. И нет необходимости страдать по тем или иным вопросам или моментам, когда нам кажется, что мы не такие, как все. Нет, ты, дорогой мой человек, такой, как должен быть. Ты, приняв свою судьбу, в кавычках, должен эту жизнь достойно прожить. На самом деле, никакой особой страшной трагедии в этом нет. Жизнь может так кардинально поменяться не только из того, что ты получил какую-то инвалидность или сел в коляску, или еще что-то случилось. Такое же бывает с абсолютно нормальными, здоровыми людьми. Понятно, что бывают такие ситуации, из которых, ну просто кажется, ну вообще выхода нет. Вот вообще. Ну вот, главное, чтобы были правильные люди рядом. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Александр Автухов и Андрей Петровский. Контуры. Таковы контуры уходящей недели. Пусть следующее будет обязательно лучшее. Берегите себя.